Так вот, христианство что открывает? Христианство открыло, что Бог – это не какой-то судья, который смотрит, кому бы всыпать как следует, а кого-то наградить. Совсем нет! Бог – это любовь! Святые отцы об этом, вы знаете, поразительные вещи пишут подчас, когда рассуждают о правосудии и любви. Вот я тут выписал. Вот Исаак Сирин, например. Это аскетический писатель VI века. Что он пишет? Только послушайте. Я думаю, что для вас, для многих будет это новое нечто. Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Идолам? Правосудие – это идол? Милосердие противоположно правосудию. Вы подумайте, что такое! Когда-нибудь слыхали такие вещи? В правосудии есть уравнивание точной меры, потому что каждому даёт, чего он достоин. А милосердие – есть печаль, возбуждаемая благодатью. И ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла – послушайте. Кто достоин зла, тому не воздаёт злом. А кто достоин добра, того преисполняет с избытком. И заключает. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. В другом месте он пишет. Правосудие и милосердие – это всё равно, что поместить в доме львицу и овцу. Вот какие вещи-то интересные, решительно выступают против вот того членения, того понимания Бога, как правосудные и так далее, к чему привыкли. Кстати, скажу вам, но по секрету, чтобы никому не рассказывали. Это очень важно. Во всех наших, я тихо буду говорить, во всех наших курсах догматического богословия вы найдёте раздел Бога, как мздовоздаятель и судья. Не знаю, только если их понимать вот в плане любви, а не правосудия. Ну, тогда ещё ладно. А если, когда мы Бога начинаем делить на правду и на любовь, тогда это какая-то беда. Потому что всем же ясно, что когда я поступлю по правде, так мне скажут – а где же любовь? А когда я поступлю по любви, скажут – где же твоя правда? Не видите ли столкновение? Исаак Сирин великолепно это показал, что львица и овца в одном доме – то милосердие и правосудие. Потому, потому в Евангелии мы находим потрясающие вещи, когда он говорит – любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. Более того, говорит даже – любите врагов ваших. Тот, кто живет по меркам так называемой правды, но без любви, никогда не сотворит он правды. А знаете, чего не сотворит? Какой правды? Праведности не будет у него. Ибо праведный всегда относится с любовью. «Где нет любви, там нет истины». Если хотите, вот одна из глубочайших истин христианства, одна из важнейших истин христианства. Как это важно, запомни. «Где нет любви, там нет истины». Если я скажу человеку, который действительно некрасивый, ну, на самом деле, я ему скажу – какая же ты уродина? Ну, я скажу – это верно будет. Какой-нибудь квазимода. Это верно кажется. Верно? С христианской точки зрения – это ложь. Отвратительная причем ложь. Дьявольская. Неверно. Когда вы скажете этому, это скажет, что вы очень симпатичный человек. Вы скажете истину. Еще раз повторяю – «Где нет любви, там нет истины». И не будем говорить, что «Вот, я же прав, я то-то, то-то». Никакой правды не будет, если нет любви. Я о чем говорю? Христианство открыло удивительную вещь, что Бог есть любовь. А ведь вначале мы рассказали, что все вероучительные истины религии чем обуславливаются? Прежде всего, учением о Боге. Почему? Потому что в конечном счете Бог – это тот, кому мы поклоняемся. Что значит поклоняемся? Опять-таки, мы уже подчас настолько у нас примитивные сознания, что клоняемся, значит, вот так, кивать себе, как Ванька-встанька. Да разве об этом поклонении идет речь? Поклоняюсь, значит, я преклоняюсь перед этим идеалом. Преклоняюсь. Я хочу следовать. Я стремлюсь к этому. Я хочу быть таким. Вот что такое поклоняюсь. Христианское учение о Боге – это и есть потрясающее откровение, которое говорит о том отношении каждого человека к другому, при котором только человеческая жизнь может стать действительно жизнью. Жизнью. Жизнью, которая приносит радость. Это будет действительно жизнь. о невыживании, как этот несчастный термин, который сплошь и рядом можно слышать, как будто животные. Выживание людей. Это скотина может выживать или не выживать. Человек может жить или не жить. Только тогда действительно может быть жизнь в роде человеческом, когда люди будут следовать вот этому величайшему принципу, величайшей, если хотите, истине, которая открыта христианством. Бог есть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok